Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, продолжим эфир. На Финам.ФМ сейчас бизнес-канал, как вы прекрасно знаете, стоит он из двух частей. Первую часть мы успешно прошли, порассуждали о финансовых рынках, ну а теперь займемся делом. А теперь вторая часть эфира, бизнес-класс, да, в этом, как вы знаете, в этой программе встречаемся с российскими бизнесменами, задаем им много всяких вопросов, ну и преимущественно слушаем их убедительные рассказы. Так вот, сегодня в очередной раз у меня замечательный гость в студии, я его с удовольствием представляю. Это Владимир Каляпин, первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Добрый день, Владимир. Добрый день, Олег. Итак, друзья мои, присоединяюсь к нашей беседе. Кстати, вот мы сейчас за эфиром с Владимиром обсуждали это, я боюсь, что все сразу я запомнить не смог. Ну, к предложению, которое озвучил Владимир, поэтому я сейчас дам ему слово, предоставлю ему слово, и он сам вам, уважаемые слушатели, да, сейчас эти предложения озвучит. А у вас будет возможность отреагировать на них, присоединиться к нашему эфиру, сразу же позвонив или написав в прямой эфир. Итак, телефон студии, напоминаю, 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, и давайте, пусть это будет таким рекламным роликом, что ли, да, Владимир? Спасибо, спасибо, Олег. Если говорить не о рекламном ролике, а о том, как мы работаем, и что мы работаем в первую очередь для пассажира, а для ваших радиослушателей хотелось бы предложить такую интересную, если можно так сказать, увлекательную игру, для того, чтобы, если вдруг кто-то захотел бы перевезти свой Rolls-Royce по маршруту Москва-Хельсинки или Москва-Санкт-Петербург-Москва, или Санкт-Петербург-Москва, мы бы для него сделали специальную презентационную поездку, сделали бы обладателя этого автомобиля нашим почетным гостем и сделали бы его нашим почетным участником программы РЖД-бонус. Здорово, здорово. Итак, уважаемые слушатели, вы слышали, да, это первое предложение из уст Владимира, не знаю уж, как назвать. Счастливые обладатели Rolls-Royce, конечно. Звоните, пишите, спрашивайте, как это сделать, собственно, можно. И второе предложение по поводу Ницца. Да, второе предложение пассажирам, которые хотели бы получить исчерпывающую информацию по поезду Москва-Ницца, сколько он находится в пути, какие он проходит станции, какие, может быть, условия, какие условия поездки, значит, сколько килограмм багажа можно перевезти, потому что сейчас... Не доплачивая за перерезы. Не доплачивая, конечно, конечно, конечно. В поезде это всегда на порядок удобнее. Безусловно. Значит, либо в поезде Москва-Париж. Эту информацию мы исчерпывающую хотим дать, поэтому если желающие будут задать какие-то вопросы, с удовольствием это все объясним. Итак, уважаемые слушатели, бизнесмены, пожалуйста, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Итак, действительно, я соглашусь с Владимиром, мы готовы отвечать. Владимир, как минимум, готов отвечать на ваши вопросы. Уважаемые слушатели, звоните 6510-996, код Москвы-495. И сайт компании finam.fm по поводу перевозки Рос-Лойса и поездки на поезде в Ниццу или в Париж. Я единственное, что, Владимир, хочу вас попросить, если мы все-таки даже и не дождемся звонка. Ну, Рос-Лойса нет у меня, поэтому мне это не очень интересно, наверное. Если вдруг у кого-нибудь будет Феррари или Ламбард Шинни, или Ауди Р8. Кстати, эти автомобили мы последнее время перевозим. Мы гарантируем их сохранность, безопасность. И как один коллега у меня спросил, ну это, наверное, стоит безумных денег. Я ему ответил, слушайте, ну не дороже хорошей бутылки шампанского. Он засмеялся и говорит, слушайте, за такие деньги буду возить всегда. Здорово, здорово. А по поводу поездки на поезде в Ниццу или в Париж, да, все-таки мы в деталях это обсудим, независимо от интереса наших слушателей. Конечно, конечно, очень в деталях обсудим. Обсудим. У нас, кстати, с вами такие будут, давайте, может быть, мы нашим радиослушателям предложим перечень вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить, если удобно. Нет, нормально. Нормально? Да, а вот есть уже звонок. Да, давайте, с удовольствием. Что называется, за что боролись, давайте. Да. Соответственно, есть Илья на линии и отвечаем на его вопрос. Илья, день добрый, вы в эфире говорите, пожалуйста. Алло, Илья, день добрый. У меня следующий вопрос. А как насчет перевозки Ройлс-Ройса, скажем, в Красноярск? Ниццу мало интересует. Интересует Красноярск, там, Хабаровск. Вот так вот. Возможно ли туда перевезти и возможно ли что-то кроме Ройлс-Ройса, скажем, Лендкраузер сотый? Как минимум, да? Спасибо, Илья. Спасибо, Илья. Значит, мы, если серьезно, так работаем и по индивидуальным заказам. У нас очень есть придирчивые и строгие клиенты, которые не хотят портить подвеску своих автомобилей. И мы действительно перевозим. Мы перевозим и в Адлер, мы перевозим и в Иркутск, и в Красноярск. То есть возможность такая есть? Возможность такая есть. Мы готовы обсудить. Это будет не так, как я вам сказал, чуть-чуть дороже, чем... Две бутылки шампанского? Ну, может быть, чуть-чуть больше. Но в любом случае это незапредельно. Конечно, конечно. Нет, это нормальная цена. Ну и по поводу автомобиля. Вот Илья тоже уточнил, да, Роллс-Ройс, пока он еще не приобрел, у него сотый крузер. Можно это будет? Конечно. Значит, высота автомобиля, который мы можем перевозить, составляет два метра с... Ну, два метра... С копейками. Да, с копейками. То есть там мы... У нас был случай, когда 20-е диски стояли на автомобиле. Значит, ну, мы чуть-чуть, рассказывая секрет, приспустили резину. Вполне логично, конечно. Значит, автомобиль встал, Infiniti проезжает спокойно, без вопросов. Вот этот здоровый, да? Да, да, да. Ну и нормально, нормально. Ну что ж, замечательно. Вот видите как, сразу же пошел интерес, да? Не случайно бы это... Да, вы знаете, действительно, если называть вещи своими именами, то перевозка автомобилей, мы ее начали в прошлом году в сообщении Москва-Хельсинки, и количество автомобилей уже подходит к 100. Так? Да. Пассажиры пользуются, и самое интересное, что вот сейчас, в августе месяце, у нас наблюдается пик. Если до этого мы говорили о том, что, может быть, перевозится 4-5 автомобилей в нашем вагоне-автомобилевозе, то у нас есть даты, когда нам предлагают 6-7 автомобилей. Мы уже... Вы уже не можете просто, да? Пока еще не можете... Да, да. Поэтому... Говорить само за себя. Мы видим интерес. Владимир, я хотел бы уточнить, а почему именно с этого направления вы начали? В этом есть какая-то логика Москва-Хельсинки? В этом есть действительно логика. Логика, в первую очередь, что это самая близкая к нам граничащая европейская страна, значит, входящая в ЕС. Еще логика то, что в этой стране, как ни странно, очень много российских граждан, которые приобрели себе, ну, будем так говорить, дачи. Так. И в период отдыха, в период каникул пассажиропоток увеличивается кратно. И мы обратили внимание, что пассажиры с удовольствием едут и на своих автомобилях. Мы с нашими финскими коллегами это все обсудили, значит, и пришли к выводу, что возможно. А наш президент компании Владимир Иванович Якунин в разговоре с бизнесменами, озвучив эту идею, значит, получил поддержку, и мы получили от него поручение реализовать эту идею. Мы ее действительно два года прорабатывали, значит, вопрос был сложный, потому что переезд через границу и все эти таможенные пограничные операции, это очень было сложно. Но, тем не менее, мы это все организовали, все сделали. Здорово. Для этого мы сделали следующее. Мы заключили договор. Наш генеральный директор Михаил Павлович Акулов в Финляндии, в Хельсинки подписал соглашение с несколькими компаниями. Это VR Group, наш финский партнер, который осуществляет железнодорожные перевозки. Значит, и две компании, которые перевозят пассажиров на паромах. Так, значит, и самое интересное, что мы сейчас уже имеем возможность предложить пассажирам туристический пакет, который бы позволил, загрузив автомобиль в Москве, выгрузить его, к примеру, в Германию, в Травемюнде. Здорово. Без каких-то проблем, всего лишь навсего, за полтора суток пути. Ночь от Москвы до Хельсинки, там паром, через сутки вы в Травемюнде, значит, выезжаете на своем автомобиле из парома и следуете по всей необъятной Европе. Да, и Германии. И Европе в том числе, конечно. Ну, мы, кстати, ездим, вернее, как, компании паромные совершают поездки в Стокгольм, в Куаларе, значит, это с железнодорожным транспортом, и в Травемюнде, значит, и мы имеем хорошее предложение. К примеру, если вы захотели бы отдохнуть на родине Деда Мороза в славной Лапландии, значит, к примеру, и если вы захотите поехать в вип-вагоне, если... Владимир, давайте прервемся, будет интрига. У нас сейчас время новостей, мы послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Владимир Каляпин, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Собственно, тема нашей программы посвящена услугам, тарифам, ну и вообще, я бы так сказал, идее того существования, да, и оказания необходимых услуг именно федеральной пассажирской компании. У нас есть звонок, давайте с него начнем, чтобы не томить нашего слушателя. Николай, добрый день, спасибо, что дождались. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Владимир, у меня к вам следующий вопрос. Что касается сроков и гарантий, то есть, если, допустим, я хочу перевезти автомобиль в «Адлер», и, ну, не дай бог, всякие случаи в жизни бывают, вот что-то происходит. Какова вероятность этого? Если этот случай наступил, то что я буду иметь? Какие-то гарантии вы даете? Вот, это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, не будет ли, как часто у нас письма и посылки ходят в России. — Аналог Почты России такой, да? — Да-да-да, не будет ли так, что мой отдых закончился, а машина только приехала. — Да-да-да, я уже отдохнул, а машина все еще продолжает. Спасибо, Николай, за вопрос. — Спасибо, Николай. Я вам могу сказать, Николай, что мы предлагаем перевозку автомобиля, так, и предлагаем перевозку и, соответственно, проезд пассажира в поезде. То есть, если вы желаете, вы можете ехать в том же самом поезде, в котором и следует ваш автомобиль в качестве багажа. Поэтому мы гарантируем вам прибытие строго по расписанию и в соответствии с заключенным с нами договором. Значит, что касается гарантии, то мы страхуем автомобиль. — Ну, то есть, да, в конечном итоге обычная страховка. — Да, конечно, и никаких проблем у нас с этим нет. Значит, что касается возможности перевозки в Адлер, то нам нужно с вами заранее получить от вас информацию и запланировать туда прицепку вагона автомобиля. На регулярной основе он будет ходить уже осенью, так, и мы в зависимости от заявок будем организовывать туда перевозку автомобильного транспорта. — Ну, если говорить о сроках, я так понимаю, срок доставки будет связан с тем, сколько идет поезд из Москвы до Адлера. — Прицепляешь к обычному пассажирскому вагону. — Да, полтора суток, и мы там. В крайнем случае, не более, да, около 32 часов. — Я понял. Спасибо, Владимир. Я думаю, Николай удовлетворил вашими ответами. Давайте продолжим. И мы хотели проанонсировать изначально, видите, такой интерес, что не успели это делать с самого начала эфира. Давайте сейчас к этому вернемся. Итак, о чем мы, в принципе, сегодня сможем поговорить? — Да, мы сможем сегодня поговорить о том, какие есть интересные предложения федеральной пассажирской компании. К примеру, дневные поезда. Какие на сегодняшний день реализованы маршруты. Что мы с вами будем иметь в будущем. Мы будем говорить о туристических перевозках. Мы будем с вами говорить о взаимодействии с туристическими компаниями, о взаимодействии с владельцами отелей. Мы будем говорить о том, насколько мы хорошо работаем с Краснодарским краем на сегодняшний день. Мы будем говорить о тарифах, которые мы вводим, о динамической системе ценообразования. И мы будем с вами говорить о тех новшествах, которые у нас будут. К примеру, что мы в ближайшее время покупаем поезд «Тальга». Либо, так сказать, о том, что в ближайшее время все пассажиры получат интересное предложение от российских железных дорог, которое будет посвящено Дню железнодорожника. И об этом объявит наш президент компании Владимир Иванович Якунин. Это в перспективе новый подвижной состав, улучшенный, с новыми потребительскими свойствами. Такой, который будет радовать не только глаз, но и комфортом пассажира, едущего в этом поезде. Здорово. Есть еще один звонок, тем не менее. Давайте послушаем Юрий. Юрий, добрый день. Вы в эфире. Говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не планируете ли вы ввести такую услугу, как автомобильная электричка для москвичей? Вы же знаете, что на уикенд невозможно проехать ни по одной из трасс. Юрий, я прошу прощения. Вот это название замечательное, мне понравилось, автомобильная электричка. Вы его сами придумали или просто опыт какой-то? Нет, нет, нет. Это я сейчас сам придумал. Буквально в эту самую минуту. Здорово, здорово. Юрий. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы по аналогии, если взять Москву-Санкт-Петербург, то ее уже сейчас связывает скоростная электричка. Этот поезд называется Сапсан. Вот как раз мы в поддержку тем пассажирам, которые хотят воспользоваться этой скоростной электричкой, сделали предложение. Вечером уезжает поезд с автомобилевозом, с вашим автомобилем. Утром он в Санкт-Петербурге и вы в 9 часов утра в Москве, если вы отправляете из Санкт-Петербурга, если вы отправляете из Москвы в Санкт-Петербурге в 11 часов, получаете свой автомобиль. Никаких проблем. Я вам уже сказал, что стоимость это примерно около 4,5-5 тысяч рублей в зависимости от того, какой автомобиль. Ну а вот то, чем интересуется Юрий, да, ну я не знаю, в планах это или не в планах, я так прикинул сейчас. В принципе, возможно это, вот эта электричка по Подмосковью, чтобы ходила? В принципе, в принципе, если будет спрос, спрос всегда рождает предложение. Согласен. Мы это будем реализовывать с большим удовольствием. Что касается, если можно буквально, давайте поговорим о поезде Москва-Берлин-Париж. Так, с удовольствием. Значит, шикарный поезд. В Париже вы сегодня утром сели в Москве, завтра вечером вы в Париже. Удобно, комфортно. Проезжая через практически всю Европу, вы пересекаете Белоруссию, Польшу. Владимир, извините вас, не могу не прокомментировать. Если вы знаете, как сейчас радует меня все, что вы говорите, обращайтесь ко мне. Сегодня с утра в Москве, завтра вечером в Париже. Я с понедельника в отпуск ухожу. Я уже это так представил себе явно. Это такая замечательная история. Мы вам можем предложить серьезно. Значит, что касается тарифной политики, мы на сегодняшний день очень гибки. Мы используем всевозможную систему скидок. Мы предлагаем туристическим компаниям, которые работают в этом направлении в Польше, Германии, Франции, в сторону Голландии, в сторону Швейцарии. Мы можем организовать перевозки. Значит, мы предлагаем специальные тарифы. Мы предлагаем тариф Voyager, который имеет практически довольно-таки приличную скидку до 40%. И группу пассажиров, которая более 20 человек, мы перевозим по специальному тарифу. При этом, если эти пассажиры едут в вагоне первого класса, то им дается возможность провести бесплатно еще и 50 килограмм багажа. Если они едут в вагоне VIP-класса, то каждый пассажир может перевезти 100 килограмм багажа. Я представил этого VIP-пассажира со 100 килограмм багажа. Вы знаете, как ни странно, такие пассажиры у нас есть. И мы к тому периоду, когда, так сказать, в Италии сезон распродаж. Это очень актуально, очень актуально. И мы это видим, и мы видим такие предложения. Есть люди, которые, посчитав, сколько им нужно будет доплатить в аэрофлоте за бизнес-класс, за перегруз, они выбирают наш поезд. И я вам могу сказать, что если кто-то захотел бы воспользоваться поездом Ницца-Москва или, к примеру, до Милана, до Вероны, до побережья итальянского или до самой Ниццы, то нужно об этом позаботиться заранее. Серьезно? Да. Август месяц. Впереди у нас уже есть даты, когда в поезде курсирует 5 VIP-вагонов и когда у нас полностью аншлаг. Здорово. Здорово. Опять возвращаясь к тому, что, безусловно, спрос раздает предложение, и ваши слова это подтверждают в очередной раз. Тем не менее, почему именно это направление было избрано в качестве пилотного, если так можно назвать, Париж, Москва-Ницца? Вы знаете, приоритетное отношение, наверное, с Францией у нас очень хорошее и доброе отношение. Мы видим со стороны французских коллег заинтересованность в развитии наших отношений. И тот первенец поезд Москва-Ницца, он как раз свидетельствует о том, что французы очень были воодушевлены и обрадованы тем, что мы решили проложить туда поезд. Значит, взяли исторические документы и действительно наш царь в те, так сказать, далекие времена... Какой из многочисленных царей? Последний. Последний, да? Ну, это нормально, это нормально. И сейчас наша компания дочерняя, РЖД Тур, значит, формирует группу, которая бы, так сказать, из молодоженов, которые бы хотели бы проехать по этому маршруту и обвенчаться. Значит, есть у нас в Италии наши партнеры. Значит, есть храм, где можно обвенчаться, значит, православный храм, и мы такое предложение делаем. Значит, мы на сайте РЖД Тур разместили такое объявление, и мы всех молодоженов, которые бы хотели бы такое увлекательное путешествие совершить, приглашаем. Здорово. Ну, это в прямом смысле романтическое путешествие. Романтическое путешествие, да, действительно. Обвещаться, да, в храме во Франции, опять вспомнить историю свою. Еще один звонок, послушаем. Давайте. День добрый, Андрей, вы в эфире говорите. Здравствуйте, у меня вопрос. Вот скажите, это гипотетически вы говорите о направлениях по Европе, там, до Ивана, и сейчас существуют только перевозки до Парижа и до Митты, или уже на данный момент существуют эти моменты вся? Спасибо, спасибо, вопрос понятен. Это все существует сейчас. Уже есть. Конечно, каждую неделю в четверг отправляется легендарный поезд Москва-Ницца. И этот поезд проходит и через Милан, и через Верону. Значит, этот поезд проходит через Австрию, через Вену. Этот поезд проходит через Польшу, через Чехию, через Италию и приезжает на Лазурный берег во Францию, в город Ниццу. Через 48 часов мы, отправляясь из Москвы, прибываем в Ниццу. И вечером того же дня, в субботу, мы отправляемся из Ниццы, и через двое суток мы уже в Москве. Это такое, я представил, может быть, экскурсионным туром таким. Практически всю Европу на поезде объезжаешь, везде побывал, везде посмотрел. Замечательно. Особенно интересно наблюдать, когда переезжаешь, когда у нас зима, а там немного другая погода. Особенно, когда маршрут поезда проходил через австрийские горные Альпы. Значит, мы могли бы наблюдать то, когда поезд подымается в гору, там сразу же меняется пейзаж, из зеленой травы появляется снег, а потом обратно поезд спускается, и он попадает на великолепные виноградники, великолепные сады. И дальше он выходит на Средиземноморское побережье. Это просто шикарно. Вы так вкусно об этом рассказываете. Я просто захотел увидеть это воочию. А сейчас мы еще раз прервемся. Владимир, у нас новости на Финам.ФМ. Мы слушаем их с удовольствием, как всегда. А потом продолжим эфир. Что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем мы федеральную пассажирскую компанию. Точнее, услуги, которые она способна предоставить. Услуги, которые огромное множество. В гостях у меня Владимир Каляпин. Первый завеститель генерального директора Открытого акционерного общества. Федеральная пассажирская компания. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нам. Ну, собственно, вы делали это уже активно. Продолжайте это делать. Телефон студии 6510-99,6. Код Москвы-495. Сайт компании Финам.ФМ. Что ж, Владимир, продолжим. Да, как раз про услуги. Федеральная пассажирская компания, понимая о том, что пассажиру нужно сделать комфортным пребыванием в поезде. Ну, все-таки 48 часов, двое суток, да? Да. Тоже надо об этом позаботиться. Позаботились, позаботились. Сделали так, чтобы теперь пассажиры наших поездов, включая Москву, Москва-Париж и Москва-Ницца, пользовались интернетом. Есть приятная возможность в течение всего маршрута поезда находиться в, как говорится, информационном поле. Ну, кроме этого, мы понимаем и насущные проблемы здесь, в России. Кстати, мы реализуем новое направление, которое фактически молодое, ему не более двух лет. Значит, это дневные поезда, которые бы связывали Москву с крупными городами. Значит, у нас есть очень хорошие проекты. Уточнить очень. Хочу дневные поезда, вы так настаиваете именно на этой формулировке. Да, именно дневные. А в чем специфика именно дневного? Специфика этого поезда в том, что он в дневной период времени, к примеру, как у нас поезд Воронеж-Москва, рано утром выходит из Воронежа и в обед он уже в Москве. Или его, так сказать, как говорится, коллега-поезд вечером днем отправляется из Воронежа и через 6 часов 45 минут, а в ближайшее время и даже через 6 часов 30 минут вы уже в Воронеже. Очень удобно и комфортно. И в этих поездах мы тоже, услышав рекламу одного великолепного оператора, который говорит, что сделаем вам услугу доступной, чтобы вы, где бы вы ни находились, всегда были в курсе и как в офисе. И мы, послушав это, с одним оператором пытались, так сказать, длительное время заключить контракт, сделать большой, хороший проект, но не получилось до конца. Но, тем не менее, мы решили этот вопрос сами. Значит, и в большей части поездов мы сейчас сделали интернет. Значит, на сегодняшний день это порядка 10 поездов дневных, которые мы оснастили интернетом, и наши лучшие поезда, это Красная Стрела и поезд 3-4 Экспресс, Москва-Санкт-Петербург, как один, так второй, значит, тоже оснащены системой доступа в сети Wi-Fi. Поэтому мы это все понимаем, мы заботимся о пассажире, мы хотим сделать так, чтобы пассажиру было комфортно у нас. Мы такие поезда... Здесь, наверное, нужно упомянуть то, что если человек дневным поездом едет, скорее всего, или в большой части это бизнесмен, который, естественно, из информационного поля выпадать не должен по определению. Да, да, да. Совершенно верно. И мы такие поезда сейчас запустили. Последний поезд был великолепно организованный, поезд Москва-Брянск, который тут же, без особой рекламы, без каких-то, так сказать, излишних сложностей в организации перевозки, да. Значит, был назначен поезд, и он нашел сразу же своего пассажира. С удовольствием пассажиры днем выезжают из Москвы, вечером выезжают, и вечером приезжают в Брянск. Через час поезд возвращается обратно, вечером из Брянска, и до 12 часов ночи уже приезжают в Москву. Я думаю, что мы в следующем графике, в зимнем графике, поработаем так, чтобы этот поезд был в пути примерно 4 часа. Сегодня он более чем 4 часа в пути. Мы все-таки рассчитываем, что мы сделаем его и добьемся, что он будет менее 4 часов, так. И уже планируем запустить встречный поезд, то есть будет два таких состава, значит, с утренним отправлением из Москвы, и с утренним отправлением из Брянска, для того, чтобы было удобно, и комфортно для пассажиров. И у нас на сегодняшний день такой поезд курсирует, Москва-Ярославль. Мы там довольно-таки удобно сделали расписание. Между Москвой и Ярославлем поезд идет менее чем за 3 часа. В ближайшее время мы планируем там, вернее, уже поставили новые вагоны, и планируем улучшить еще качество обслуживания пассажиров. Мы дополнительно ставим в этот поезд вагон СВ. Как ни странно, мы думали, что не будет пользоваться, а оказывается, в существующем графике, когда он около 3 часов идет, пассажиры... Всего лишь, да? Всего лишь около 3 часов. Пассажиры с удовольствием едут и хотят находиться так, чтобы им никто не мешал. С комфортом, да. Естественно, получая услуги питания, там им выдают тапочки, выдают наборы. Мы сейчас, кстати, символику свою выпустили. Значит, и во всех поездах... Символика ФПК именно, да? ФПК и российских железных дорог. Значит, и у нас есть хорошее отношение с нашими дочерними обществами, к примеру, РЖД Здоровье. Значит, организация, которая обратилась к нам, и мы с ней сейчас заключили договор на то, чтобы заполнять наши пансионаты. Вы знаете, что у железной дороги традиционно очень хорошие были дома отдыха, особенно... Из советских времен еще, да? Из советских времен, конечно. Я стал всегда в санаторий от железной дороги. Ну, это будет привилегированный отдых у меня. Да. Ну, теперь в сезоны, когда пик, вы понимаете, что и мы, и железная дорога, и санаторий не сильно нуждаются в пассажире и в отдыхающих. А вот когда спад, когда, так сказать, низкий сезон, то мы сейчас разрабатываем систему, которая бы позволила стимулировать количество пассажиров как у нас, так и у них отдыхающих. То есть мы с ними создаем специальный туристический пакет, который... Ну, я думаю, здесь стимул-то простой, как у нас, по крайней мере. Надо просто, да, чтобы это было выгодно прежде всего. Да, да, да. Мы хотим предложить, чтобы это был отдых в низкие сезоны с минимальной стоимостью, чтобы в хорошем купейном вагоне или в вагоне СВ довольно-таки с хорошей скидкой можно было получить перевозку и отдых. И подумаю, да, чем есть ехать в сезон, толкаться и в очередях стоять и нервничать, бежать. Лучше уж поехать, когда будет меньше народа и гораздо выгоднее еще. Да, совершенно верно. У нас есть звонок еще раз. Да, давайте. Кирилл, Кирилл, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот у ФПК, насколько я знаю, развивается программа лояльности. Вот. И я хотел бы узнать, вот в других компаниях, где такая программа развивается, там есть всякие специализированные предложения, комбрейдинг с банками, какие персональные предложения делают. Вот планируется ли что-то такое и когда это планируется? Спасибо. Понятно. Спасибо вопрос. Спасибо, Кирилл. Значит, действительно, у нас система, программа лояльности есть. У нас скоро будет 300 тысяч наших пользователей. Да, действительно, программа стартовала год назад, ну, чуть больше. И уже довольно-таки популярна. Значит, у нас есть компрейдинговый проект с нашим партнером, банком ВТБ-24. Это наш хороший партнер, с которым, надежный партнер, удобный партнер, значит, с которым мы выстроили и систему динамического ценообразования, и систему лояльности, и компрейдинговый вот этот проект с выпуском карты, которая позволяет, если вы являетесь обладателем этой карты, то позволяет при том, что вы тратите деньги, списывая с этой карты, накапливать баллы, и дальше этими баллами вы можете расплачиваться за поездку. Кстати, если вы поедете в вип-вагоне от Москвы до Парижа, вы получите и являетесь участником программы лояльности, вы получите бесплатную поездку от Москвы до Санкт-Петербурга. Здорово. Да. То есть я вернусь из Парижа и еще могу бесплатно за полученные баллы вы можете получить бесплатную поездку из Москвы в Санкт-Петербург за Париж. Поедем вместе в Париж, а еще потом бесплатно съездим в Питер. В Версале посмотрели настоящий, а потом в Питере еще местный Версал. Петродворец. Шикарно. Особенно летом. Я вспомню, в 11-м, по-моему, или 10-м году в командировку ездил. И, естественно, первый раз вот поехал. Это солнце, солнце, это вода, вот эти фонтаны. Шикарно. Шикарно. Петродворец. Золотые купола эти, горит все. Я с вами согласен. Если в двух словах о Санкт-Петербурге, значит, мы запустили великолепный поезд, так, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, сейчас... Ну, из Москвы в Питер, или... Нет, нет, из Питера. Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. 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 Значит, это поезд номер 5-6. Мы его ускорили. Он теперь идет аж почти на час быстрее. Значит, и... Кстати, Владимир, извините, вот несколько раз уже, да, эта идея звучала. Мы ускорили, мы хотим сократить время в пути. А за счет чего вы сокращаете время в пути? Вы знаете, объективности ради те усилия президента компании и российских железных дорог, значит, по обновлению инфраструктуры, по тому, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, по приобретению новых электровозов, новых тепловозов, да, по внедрению новой системы управления поездами, так, значит, они как раз показывают, что инфраструктура может проводить поезда со скоростью до 140 километров в час сейчас, а на участке... Для этого нужен только, да, ну, какой-то более совершенный... Подвижной состав. Подвижной состав. Новый хороший электровоз, к примеру, вот сейчас у нас Трансмашхолдинг нам поставляет электровозы ЭП-20. Конечно, дороговато, но зато мы надеемся, что та скорость, которая закладывается конструкторами в эти электровозы будет когда-то у нами реализована. Наверняка. Это 160 километров в час. Потом еще один важный момент, да, это отечественный производитель. это чисто отечественный производитель. Мы вообще отдаем, в первую очередь, приоритет отечественному производителю. Наш Тверской вагоностроительный завод, как я вам уже говорил, сделал подарок всем россиянам и пассажирам, которые будут ездить на наших поездах. Это новый тип подвижного состава с повышенными его свойствами потребительскими, удобный, двухэтажный, красивый, симпатичный. И президент компании будет его соответственно презентовать на празднике, который будет посвящен Дню Железнодорожника. Поэтому мы готовим такое. Это здорово. Всегда я в эфире обычно, тем более в эфире этой программы, всегда с удовольствием наслушаю о том, что есть у нас возможности для того, чтобы пользоваться услугами отечественного производителя. Это всегда очень важно, но это и стратегически важно, да, но и просто радует слух, что называется. Гордость за то, что мы тоже что-то умеем. Совершенно верно. Гордость за то, что мы живем в России. Но тем не менее, если мы говорим о бизнесе, то там все диктует, сухая цифра, что называется. Сухая цифра. Да, вот есть предложение от иностранного производителя, есть предложение от отечественного. Вы сравнили и говорите, ну да, они более-менее похожи, — Вы знаете, если говорить о планах, то, конечно, хотелось бы покупать и обладать теми технологиями, которые есть сегодня в Европе. Значит, тот подвижной состав, те, так сказать, новшества, которые они применяют и то, что они там разработали, конечно, хотелось бы, чтобы было бы у нас. — Да. — Технологию, позволяющую выпускать эти ласточки. — Но опять эта технология будет заимствованная, просто мы ею воспользуемся. Или это наша технология? — Вы знаете, зачем изобретать колесо, когда можно в хорошей, продуманной политике, которая бы, так сказать, позволила привлечь инвестиции... — Спасибо, Владимир. Сейчас, извините, проживемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. — Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Осталась его небольшая часть. К сожалению, я искренне об этом говорю, потому что разговор сегодня у нас очень интересный. Обсуждаем мы услуги компании ФПК, федеральной пассажирской компании. В гостях у меня Владимир Каляпин, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества, федеральная пассажирская компания. — Ну и давайте сразу продолжим наш эфир, нашу беседу. Видимо, я вас прервал. Вы рассказывали вот об этом суперпоезде по маршруту, который называется Санкт-Петербург, Петрозаводск. — Если можно, буквально одно слово. В продолжении рекламы. Если вы ездите не бизнес-классом, а вагон VIP-классом, это вагон, который имеет индивидуальные потребительские повышенные свойства. — Это индивидуальный туалет, индивидуальный душ, подогреваемый пол, кондиционер, аудио-видеосистема у вас в купе. — Это все индивидуальный в купе или в вагоне? — Это в купе. Это в купе для того человека, которому посвящен уют и комфорт в купе. Это широкая кровать шириной 110 сантиметров, так? — И вторая полка, если вдруг вы взяли с собой ребенка, которому всего лишь навсего 10-12 лет, и он едет с вами фактически бесплатно. Но в этом VIP-вагоне, в этом купе вам дают не только лишь бесплатно чай или кофе, а даже завтрак включен в стоимость вашего проезда. Поэтому можно с удовольствием получить такую поездку. И мы, еще раз говорю, тем пассажирам, которые будут обращаться и которые будут являться участниками программы лояльности, будем разыгрывать дополнительную скидку. А вообще я бы предложил бы, уважаемые коллеги, если вдруг кто-то меня слышит из тех, кто ездит на дневных поездах, я предлагаю, давайте объединимся. Мы, как те, которые вам предоставляют такую услугу, а вы, как те, кто ее пользуется, сделаем клуб любителей дневных поездов. Мы бы тем участникам клуба, которые вступят еще в программу лояльности, добавили бы баллов. И всем тем пассажирам, которые будут звонить в нашу с вами, во время эфира, мы сделаем тоже премиальные баллы. Поэтому, уважаемые коллеги, значит, пассажиры, если вы будете нам звонить... Да, да, успеете, причем осталось 10 минут всего. Если вы успеете дозвониться нам, сейчас прямой эфир. Да, 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 конечно. Мы тогда пассажиру, имеющему карточку программы лояльности, дадим дополнительные баллы. Ну, к примеру, 500 баллов дадим премиальных или праздничных, или за то, что он внимательно слушает вашу радиостанцию и имеет возможность получить фактически дополнительные баллы. Это достойно награды, это достойно. Мне еще понравился в очередной раз, да, ваш эпитет, клуб любителей дневных поездов. Да. Здорово звучит. Ну, вы знаете, ведь можно говорить о том, что каждый пассажир, который совершает поездки в дневных поездах, он является участником этого клуба. И поэтому нам не безразлично, что эти пассажиры думают о наших поездах. Нам не безразлично о том, кого они могут пригласить с собой. Ведь тот пассажир, который приглашает с собой своего друга или подругу, говорит о том, насколько ему это понравилось, насколько это ему удобно. А поезда... Он в какой-то степени ответственность уже берет, да? Конечно. Он говорит, смотри, я тебе рекомендую отличную штуку. А поезда у нас ходят по расписанию, а пассажиры, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта и пользуются программой лояльности, получают дополнительные поездки бесплатные. Поэтому мы рассчитываем на то, что это клуб любителей дневных поездов будет в перспективе, знаете как, одной из ячеек, то, которое будет формировать, в каких направлениях нам нужно эти поезда формировать, какие услуги в них, какие вагоны. Опять спрос рождает предложение, как мы уже об этом многократно говорили. Есть у нас звонок. Да. Есть у нас звонок, видимо, тот самый Счастливчик, один из первых. Сергей, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел бы узнать о преимуществе поездов перед самолетами. Ведь на самолете индустрия и удобнее, в общем, как бы в чем прелесть поезда, да? Потому что, например, билет бизнеса стоит только 7 тысяч с чем-то до низки. Почему я должен выбрать поезд? Расскажу. Понятен, вопрос понятен. Спасибо, Сергей, спасибо. Сереж, значит, если вы решили купить несколько красивых модных аксессуаров, к примеру, пару костюмов, пару рубашек, пару туфель или еще какой-нибудь гардероб вашей любимой жене или подруге или дочери, то вы можете быть уверены, все 100 килограмм, которые вы купите, мы вам перевезем бесплатно. А если вы поедете, вернее, полетите, поедете не на поезде, а полетите на самолете и полетите в бизнес-классе, то вам нужно будет еще столько же, сколько стоит ваш билет заплатить за эти 100 килограмм из лишней ручной клади, которые вы будете перевозить. Поэтому очевидно, очевидно выгода. Тем более, что если вы вдруг едете и у вас есть ребенок, то в вагоне вип-класса вы ребенка везете бесплатно. Это для вас самое что ни на есть выгодное предложение. И пассажиры, особенно в августе месяце, которые едут на Лазурное побережье, с удовольствием этим пользуются. Я уже сказал, что мы имеем целый ряд дат, когда у нас мест уже в Ниццу нет. Ну, это говорит самоуспеха. И потом я опять подумал, если действительно обсуждать вот этот сезон отпусков, что называется. Очень часто мы наблюдаем именно такую картину, что взрослые люди берут детей с собой, правильно? Они, помимо всего прочего, еще берут с собой какой-то гардероб или планируют купить его уже на месте. И, соответственно, задумаются о том, что как перевозить ребенка. Ну, в самолете понятно, что это проблема, а здесь можно на поезде со всеми, так сказать, вытекающими, да, о которых мы говорили сегодня, со всеми вытекающими удовольствиями. Ну что ж, дождемся мы сегодня того, кто хочет получить 500 или 1000, даже 1000 баллов на карту лояльности. Значит, смотрите, как мы поймем, что это тот самый человек? Он что, какой-то пароль должен произойти? Ну, конечно, он нам скажет номер его карты. А, то есть у него должна быть карточка? Конечно, конечно. И мы на эту карточку, как только я приеду на работу, мы также сразу же перечислим баллы. Владимир, это здорово, я надеюсь, мы его дождем сегодня, но тем не менее у нас есть еще очередной звонок, и мне мои помощники подсказывают, что вот есть некая Мария, которая сейчас у нас на связи, и у нее есть ряд замечаний. С удовольствием. Мы же ведь открыты. Открыты для того, чтобы... У нас двусторонняя связь, все правильно. Ну что ж, давайте слушать. Итак, Мария, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, я вот самый большой поклонник дневных поездов, и ввиду того, что по работе периодически приходится передвигаться между Москвой и Петербургом, и ввиду того, что перебрасывая маленького ребенка, естественно, ты берешь максимально комфортный именно дневной поезд. Вот, собственно, в качестве аргумента предыдущему говорящему готова сказать, что в Питер, например, мне ввиду нахождения офиса и одной, и другой компании в центре города, это бесспорно ехать удобнее на поезде, потому что ты не тратишь время, чтобы добраться до аэропорта, пройти регистрацию, безопасность, подождать самолета, загрузиться, взлететь. И то же самое вот в Питере, например, ты приезжаешь в... Центр. Центр, да, и через 25 минут уже на месте. А попробуй из Пулкова добраться. Ну, как минимум, это проблема, да, дополнительная проблема. It depends, да, если это утро или вечер, то это действительно проблема. Пулковское шоссе, как правило, перегружено, оно, в общем, трехполосное, если мне память не изменяет, но этого мало. Вот, а что касается предложения, то при регистрации на сайте РЖД не всегда можно... Во-первых, там, насколько я помню, ограниченное количество мест, по-моему, только три ты можешь зарегистрировать сразу, а если ты, например, реешь семью из четырех человек, то вот мне, например, приходится покупать на меня, на мужа и на дочь, а дальше на сына отдельный, как бы, отдельный выпуск, и что очень неудобно. Ну, не кеморазм. В семье, может быть, больше одного ребенка, но априори. Вот, то есть это во-первых. А во-вторых, ну, опять же, не к дневным поездам немножко, да, к ночным относятся. Вот, например, возможности забронировать две нижние полки, как правило, нет. Нижнюю и верхнюю только. То есть ты там выбираешь, значит, вагон по ходу движения, ну, места по ходу движения. Вот, а две нижние вот ты не выберешь, например. То есть именно такой опции нет на сайте, да, что называется? Да, такой опции нет на сайте, я, ну, как мне, мне проще, да, бронировать самой, я постоянно, это я, опять же, клиент ВТБ-24, пользуясь этой карточкой, мне вот точно неудобно. Ну, а что же вы молчите-то, Мария? А что вы молчите? А тысяча баллов-то вы не слышали, что ли, только что у нас был? Нет, я слышала. Ну, это вы, это вы. Ну, что ж, спасибо. Нам должны быть фанфары сейчас должны прозвучать. Конечно. Ба-ба, Мария, вы меня... Спасибо большое, мне очень приятно. Вот, ну, так сложилось, да. Мария, а как мы можем... Вас идентифицировать, да. Вы тогда оставьте, пожалуйста, ваши координаты, чтобы мы могли с вами связаться, и как я вам и обещал, мы обещанные премиальные баллы вам перечислим на карточку, и у вас будет возможность проехать. И я вас уверяю, когда вы будете ехать, вы убедитесь, что железная дорога может любить своих пассажиров. Вы, когда поедете с ребенком, мы об этом будем уже знать. Мы вам сделаем приятный сюрприз. Ну, все, Мария, к сожалению, да, сейчас, точнее, к счастью, да, она нашла свой счастливый случай сегодня. Сейчас запишут ее координаты, и, соответственно, Владимир, у вас будет возможность выполнить свое обещание. Конечно. И, тем не менее, у нас осталась минута, наверное, даже не успеем прокомментировать то, о чем говорила Мария, некие неудобства на сайте, с чем связано-то. Вы знаете как, мы совершенствуемся, значит, и совершенствуется технология продажи проездных документов. Мы сейчас формируем лояльную среду для пассажира, чтобы от момента приобретения проездного документа через интернет с оплатой по пластиковой карте пассажир мог по предъявлению паспорта, не заходя в кассу, с регистрацией получить возможность сразу же сесть в поезд. Значит, мы на большей части поездов это уже реализовали, и сейчас готовим новый сайт, новые возможности, которые бы дали пассажиру получить с удовольствием возможность доехать без оформления проездного документа. Замечательно. Спасибо огромное. Владимир Каляпин, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества, федеральная пассажирская компания, был сегодня в студии «Бизнес-класс». Владимир, спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо. До встречи. До встречи. Уважаемые случаи и успехов в бизнесе. До свидания.